На працованном столе экспертов – черговый подозронный банкнот. Такие регулярно передаются сюда органами внутренних справ и Следующего комитета. Пальму – большинство в обороте фальшивых купюр, тримая российский рубиль. За всем крыху уступают американский доллар и евро. Миновита соправдность европейских. Гроши тяжей за все вызначить неузброенным воком. Они чисто внешне очень похожи на настоящие. Отличаются только по способу изготовления. Способы изготовления денежных билетов Европейского союза мы определяем при помощи уличительных приборов, которые мы здесь используем. Это микроскопы различные, приборы регула различные, в ультрафиолетовом излучении, в инфокрасном. После заключения экспертизы узбуджается криминальная справа. Часом 4-5 за сутки. При том, что, случайно, граждане не догадываются об том, что в их кошельках лежат фальшивые гроши. Высветляется готов момент обмену валюты. У одним из започных таких выпадков предприниматель принес у банка сразу 7 подробленных купюр по 200 евро. Гамельчанин отримал их от незнайомого мужчины в Бранску. Поддельные денежные средства на территорию Республики Беларусь поступают из стран СНГ, с территории Российской Федерации, либо Украины. Факты печати непосредственно у нас на территории поддельных денежных знаков Европейского Союза, долларов США, либо российских рублей нами не устанавливались. По избежанию ситуации приобретения поддельных денежных средств, можно порекомендовать гражданам приобретать их только в банковских учреждениях. Руслан Пролясковский, Сергей Нигеревич, Дмитрий Радян, котель радиокомпания Гамель.